Итак, дорогие друзья, по традиции, я бы прошу ваших аплодисментов для команд, которые появляются на поле. Это коллектив Кристалл, город Санкт-Петербург и крылья Савернов, город Савар. Итак, составы играющих команд Кристалл. Сегодня выступаем в оранжевых футболках и черных трусах. В воротах 22-й Сергей Кирилл, номер 3-й Алексей Иринский, номер 20-й Дритрий Ваксин, номер 8-й Кипятоканал Девадима Васильченко, номер 4-й Анатолий Ваксин, номер 14-й Анатолий Ваксин, номер 11-й Анатолий Ваксин, номер 7-й Дрона Шаверн, 4-й Катинья, 10-й Евгений Захаров, 17-й Алексей Кутиков, 13-й Владислав Баксин и номер 1-й Игорь Островский, главный тренер команды Александр Гелезав. Крылья Савернов сегодня полностью в Синейхове, в воротах 20-й Сергей Иванов, 8-й Игорь Бристо, 11-й Буру, 6-й Алан, 13-й Ваксин, 10-й Капитан команды Анатолий Ковчаги, 14-й Константин Тузов, 5-й Владислав Девастанцев, 18-й Алексей Иванов, 7-й Александр Черпоев, 3-й Никита Саврунов и 1-й Виталий Орагнян. Агаф, агаф, бегом сюда, бегом, бегом, бегом. Агаф, бегом сражений. Агаф, бегом, 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 бегом... Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну вот еще немного турнирового склада для меня и друзья, я обязан сказать о том, что если крылья Совета поддерживают победу в основном время матча, то случится небольшая рокировка, и они сместят Кристалл с первого места, и именно крылья выберут свой планет, соответственно. Но для этого крылья надо одерживать победу в основном время игры. Так что, ну и кстати, тем не менее, еще раз повторюсь, я бескричил уже свое участие в полуфинарного городского этапа чемпионата России. Кристалл, напомню, дорогие друзья, серебряный призер, действующий в 2012 году, именно тубовистый... И какой момент! Какой момент! Просто провал на вороне Кристалла мы сейчас увидели с вами, дорогие друзья, и Руслан Романов был просто совершенно один И вот около ворот Сергея Кирилеева, и просто повезло! Вот здесь просто повезло! Чуть был счет не стал кривой! Ну и кстати, штрафный удар, извините, пропустил этот момент штрафного удара с центра поля за то, что новый голкипер не успел ввести мяч за труденные пять секунд. И вот так, Алла. Алла, мяча смотрим. Это высший ворот, и счет отобрал остается прежним. Вороль. Так вот, в 2012 году, дорогие друзья, тубовисты Кристалла, Канамана Александра Нелизарова одержал победу на московском этапе чемпионата России по пляжному футболу. Ну а в итоге, в итоге, в итоге, Супер Кирилеев завоевал середшие медали. И надо сказать, что тот сезон 2012 года для Кристалла был дебютным в российской Суперлиге. Футболисты Кристалла пробивались в Суперлигу через квалификацию. Эту квалификацию футболисты Кристалла выиграли. Ну и, соответственно, потом еще на ювелире Слава Башуру уже непосредственно в Суперлиге. Как я уже сказал, выиграл московский этап, чемпионат России. И в итоге завоевал серебряные медали российского чемпионата. Что, конечно же, несомненно является большим успехом для коллектива Исаак Летербурга. Теперь, разумеется, уже Кристалл всегда будет рассматриваться как один из главных фаворитов любого турнира, в том числе, естественно, из этого и этого Волгоградского турнира, в том числе. Мощнейший состав у Кристалла, пастеролитые праздникцы, великолепные российские футболисты. Ну, все, естественно, товарищи есть у команды Санкт-Петербурга для того, чтобы выиграть российского пляжного футбола и бороться за конкретно в каждом турнире. Что касается Крыльев, то опять же переведение об этом говорил, но не лишним будет напомнить, что Крылья Советов в 2010 году стали обладателями Кубка России по пляжному футболу, что является на данный момент главным достижением самарской команды. Крылья Советов в 2013 году Передача на любви Азахара, и из-за боковой линии будут вводить мяч в группу «Крестал». Ну, кстати, вот со всеми этими представлениями команд, играли и так далее, и так далее, я забыл рассказать о том, как команды сыграли первые два дня игровых. Фомбонисты Крис Салла в первый день, встречаясь со стартовской фейтой, одержали победу с отчетом 6-3, набрали первые три очка. Вчера потрясающе за эволюционный матч между «Крестал» и «Динао», в котором «Крестал» также одержал победу со счетом 5-2. И, соответственно, шесть командных очков в активе команды Санкт-Петербурга. Ну, что касается «Крылья Советов», то «Крылья» в первом туре играли с «Динао», на второе дополнительное время этого матча закончилась с мячью 5-5, и в серии «Крестал» Сочетом «Мадии» победила решала «Динао», видела ответство «Крылья» первого матча, отчет в «Динао». И, вчера, дорогие друзья, в переглядный, опять же, боксовую драматизму игрокал матч «Крылья Советов» против «Петербурга» и «Санкт-Петербурга» И великолепен в этом эпизоде гол, пипер «Крылья Сергей Зота». Выручает свою команду. Игорь Бриштейн, удар по роду и Сергей Сергей. Вытаскивает этот тяжелый мяч. Игорь Бриштейн, который сейчас находится на острии атаки «Крылья», это игрок сборной Беларуси, лучший помпортир Кубка России прошлого года. По-моему, здесь ошибаюсь в 8 ничей. Забил был на 2 шерстные друзья. Нашли уже в 3-м время, поэтому точка, конечно, заболевается в спор. Спокойно, туда подисти! И переходи на «Сбасает ворота Крылья» в этом эпизоде «Катинья» в у нас 3 этапе. Орай, Сереж! Аляр, спокойно! Спокойно! Какого Golds? Ф 있어, прям книж家. Вы, не 노래�ove. Вы и в counselor. «На кучае не можно больше, 5 мин mentorам». «П polarized прежать стоитす». Субтитры делал DimaTorzok 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 Идет матч, как и стало понятно, где разыгрывать Абутовка в полуфинал, но ведь еще и первое место разыгрывается в этой группе. Брошали! Заряжает все скулы, но заградительно. Руслан Аманах играет на Константина Тузова, а здесь Ипина Захара в первом мяче. Ислав Аксёва с левого флага. Свои атаки проделывает Тузова. Серия палых движений. Вы, дорогие друзья, я напоминаю, что у вас по трибунам более замечательные девушки, которые... Какой выстрел, Владислав Аксёва, у которых есть замечательные буклеты, дорогие друзья. Все, что касается прошлого сезона и все, что касается пляжного футбола прошлого сезона, наверное, даже так надо сказать. Вся статистика, все миновые турниры, все про сборную России, чемпионаты России, Кубок России. Вся статистика с забитыми мячами с передачами и так далее и тому подобное. И вот этот буклет вы можете приобрести у нас на трибунах. Друзья, поверьте, не пожалеете, у меня есть такой буклет, и я не пожалел. Анатолий Филетер на этот раз пробивает по воротам, но мяч перелетает к кристалину. Понятное дело, дорогие друзья, с таким интересным, с утроем, с максимальным, называйте как хотите, наблюдают за этим матчем футболисты и тренерский штаб московского «Динамо», потому что от этого матча напрямую зависит судьба «Динамо» Первое место заняется «Динамо» или «Молод», но вот какое место будет у них в итоге в этой группе, второе и третье, решаются именно в этом матче. То есть первое и четвертое место «Динамо» занят «Молод», оба, в принципе, будут пытаться второго или попасть в мини-турнер за пятое, восьмое место «Динамо» с третьим. То есть вот такие есть два варианта у «Динамо» голубых. Понятное дело, что сейчас отойдет этот трибуна. Анатолий Филетер на передача на дальнюю штангу. И здесь как выходило, Островский играет, здорово. Отличный голокихов. Анатолий Филетер на передача на «Динамо» Немного на Островский. И удар в голову там. И его коллега Бомблова Сергей Зотов. Прискал на крыльях на этот ручей. И гордышный удар по центру его Островский. Вновь в первом руче. Но атака, атака, крыльев продолжится. Потому что из-за того, и Гуру сейчас будет вводить мяч в игру. Играет на «Аландо», пробивает и вновь его Островский. Горячая надежа. Пять минут за головой команды в передачах. И вот это на «Динамо» еще унесало. И как вольцы. Сергей Зотова, Анатолий Фирмити. Великое, что выигрывает на «Динамо» друзья. Играет на «Динамо» Но здесь попадает мяч в игру. Анатолию Корчанину. И это пиланти. Это пиланти в ворота крыльев. Давайте посмотрим, кто будет крыльев. Это Анатолия Перемица. И именно Анатолий Перемица. Будет наносить удар по ворота Сергей Зотова. Как эта игра не закончилась. Да, и она уже удалась. Великолепный футбол. Просто великолепный футбол. Великолепный футбол. Ну и я думаю, дорогие друзья, что ведь это не заключительная игра сегодняшнего дня. Заключение на закуску, на десерт. Нас ждет свой матч. Локомотив Москва. Ротер Волгоград. Эта игра начнется в 19.45. Итак, кто нам воняет этого эпизода? Анатолий Перемица замечает. Ура, 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 мяч в сетке. Счет становится 2-1. И это Анатолий Перемица. Спинате свой пилер мяч. В этой встрече забивают два места кристалла. Но крылья попрежно впереди. Крылья попрежно впереди 2-1. И Таро подсобал в игру. Спокойненько подходят к центру пуля. И Таро подсобав. И Таро подсобляют. И Таро подсобили в игру. И мяч Риллиан со штампой пролетает в этом эпизоде. Близокон вразились к тому, чтобы оформить хет-прик. Против пола выбегает, Татинья бьет ближний угол, вот там и должен был находиться по всем ротанским правилам. Сергей Зотов, Игорь Гриштерн. Буру, как он пошит в поле все-таки, вот секунду назад еще был рядом со своими воротами. Их набегает за какие-то считанные секунды поля и уже атакует. Вот здесь ничего опасного не получилось, Анатолий Кирилитин. Сбору играет Анатолий! И отличная переносия Татинья! Рядом со штангой. Опаснейший момент. Брона Шарьев. Батинья! Удар падения через себя. Миро. 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 Ау-а-а! Красивый эпизод и красивый удар от Кодуша, но Борова и Руслан Абдамат под наводом просто отлично затея. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом эпизоде обоград своего соперника, но до последнего вечера на революте дело не нашло. Очень быстро летит время из Малыша, потому что, конечно, за футбол смотрится, потому что он очень интересный. Гуру с кричем. Он уже... нет, все. Гуру в своем стиле. В очередной раз мы берем попутку и переначем было непрочное. Потеряем его. Последний удар. Второй период. Вот здесь, конечно же, галки. Берем, ребята, переходите к другому. Вау! 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 Воу! Вау! Вау! Идрушина правит себя в этом эпизоде. Анатолий Корчакин будет пробивать штатный удар. Конечно, мы спали легионеры Крым. Вы смотрите, Гуру даже уже присел на него в этот песочек. Но обратили ли вы внимание на то, что ни у Руги Алл ни разу за этот ночь еще не поменялись. То есть все время, что идет эта встреча, они играют без заметок. Понятно? Попов потеряли на таких скоростях 36 минут без заметок победы. Это, мягко говоря, непросто. Ну а самое важное то, что в Анатолий Корчагин готовится продвигать штрафной удар. Очень неплохая позиция, пляжка в футболе. Любой штрафной удар считается галилевым моментом. Потому что каварные отскоки от песка, которые частенько дезерентируют вратарей. И мячи оказываются отворотами. Итак, Анатолий Корчагин против Ивана Столькова. Анатолий Корчагин против Ивана Столькова. Удобнован Ивана Стольковский выручает свою команду 40 секунд до завершения второй 12-й минутки. И Алан, дорогие друзья. Анатолий Корчагин был сейчас очень близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед. Проглядели немного Алла на футболиста Крисал в этом моменте. Нанес удар португальц. Но не точный бурон. Иван Островский надежно. 5 секунд остается. Ну, Жавер! Красивая концовка второй периода. Ваши обновлены смерты, дорогие друзья, вам же и болельщики. Итак, 24 минуты игры позади. Счет 2-2. Ну и на поле. Вращаются на поле футболисты Санкт-Петербургского Кристалла. И Сарамовский в крыльях. Ничья 2-2. Этот результат не в пользу Кристалла, не в пользу Крии. Этот результат в пользу Динамо в первую очередь. Его результат, несомненно, полуфутболисты Санкт-Петербургского Кристалла выводит. О, и по большому счету, естественно, Кристалл он тоже устраивает. Так как команда окажется на первом месте в своей группе. Но вот Крии, надо вот что бы Динамо забивать. Что бы Динамо забивать. А что бы Динамо Кристалла. Такой начальный матч, я бы сказал, для коллектива Истанкт-Петербурга. Динамо Кристалла. Немного усилия Амарноте. Подопечный Александр Лизава. Это Ербришель. Это он! И Немного Иван Астеновский. Мечтый Лизава. Играет Буру, блестящий ворота пропадывает. Играет Буру,Engine ворота. Играет Буру, ищущая система, ищущая система.. Играет Буру, ищущая система, пешествия какая-ликая игра своя игра о том poker. Играет Буру! Араа! Играет Буру! Играет Бури! Играет Буру, ищущая구요! И фиксирует в этом эпизоде орбит отрушения Крайл. Игорь Брисчин будет пробовать штрафтовуда. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну и разобновается игра, вот таким образом отдают Ну и теперь же повреждения получает Игорь Брыщенко Желтая карточка Руслана Аманова в этом эпизоде 13-го номера Самость рекомендов 4 минуты до завершения основного времени матча Отлично, дорогие друзья Очень интересно, с чем это все закончится Соризотов играет тауна И за боковой линии Аллан улетает мяч в грунт Игорь Брыщенко Игорь Брыщенко Стоп, 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 стоп Бру Бру Игорь Брыщенко Игорь Брыщенко И желтая карточка в этом эпизоде. Вы знаете, уже красная карточка. Красную карточку получает 20-й номер. 14-й прошлое прошлое, не только команды Крылья, Константин Кузов. Ну и Крылья Советов втроем, дорогие друзья. Две минуты Крылья будут играть втроем. Ну и вы понимаете, Крылья играет в бою в две минуты, а на тому 2-0 отталкивается. Другого окончания второго времени матча. Трио. Удывается, это самая. И так, дорогие друзья. Минута 40 на завершение основного времени игры. 5-4 в пользу Кристалла. Ноги втроем. Футболисты Крылья. Конечно, спасти этот матч и добыть сложный для себя результат. И допичь на нырю Сабарасе будет, конечно, невероятно сложно. Но просто практически сериями-сериями полнима. Но попади сейчас Бурова. Как можно интрига на матче голова Лайдер Санова в конца. Подсучивают уже игру, естественно. По-моему, что Кристалла никуда не торопится. Но это Лайдер Сабарас все-таки решил ускориться вперед. И так, дорогие друзья, сказать, не то, чтобы я забегаю вперед. Я просто говорю, что на данную секунду у Кристалла 9 очков. И первое. У Динал 5 очков, а не второе. И третий с тремя очками. Вот на эту секунду и вот такой результат. И на данную секунду у нас только Дианов в полуфинале Володоградского этапа чемпионата России. Второе место в таком случае занимает Диналовская. 25 секунд. Но я полагаю, дорогие друзья, конечно, мы все реалисты. И все достаточно адекватные люди. Поэтому мы прекрасно отрываем. Хотя тропиться не будем, не дали нельзя. 18 секунд еще и есть. Но и вот этот страхной удар. Вот этот страхной удар. Ну, может, конечно, но мы все равно не будем ничего говорить. Давайте смотреть за тем, как пробил Талла. Человека отличный удар. Ну, и 18 секунд до завершения основной игры. Итак, по сути, ключевой момент встречи. Смотрим. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому